Ну, я думаю, вы понимаете. Посмотрите на вот это вот все. Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Как вы могли заметить, меня практически не видно, а все потому, что у меня сегодня на распаковке вот такая вот огромнейшая потерянная посылка. Ни для кого не секрет, вы уже все знаете, что мы заказываем потерянные посылки, заказываем много, большие коробки, пакеты, да все что угодно заказываем. Если вы, кстати, не смотрели все мои выпуски про потерянные посылки, ребята, обязательно посмотрите, вы пол жизни потеряли. Но что хочу вам сказать, сегодня у меня есть приятные предложения и для себя, и для вас. В общем, люди, у которых мы покупаем данные потерянные посылки, общались мы с ними, они нам сказали, вы понимаете, что вирус уже идет действительно очень долго, и из-за вируса достаточно большое количество зарубежных потерянных посылок, ну посылок, да, потерялись, ребят. И нам предложили одну такую коробочку, посылочку, в общем, зарубежную. Честно вам сказать, она уже выглядит немножко по-другому, чем те, которые, допустим, есть по стране, ну и по весу она нереально тяжелая. Пускай они стоят совсем немножечко дороже, но если вот такие вот зарубежные потерянные посылки вам зайдут, ребят, я там сгребу просто весь склад, вот серьезно. Поэтому давайте мы долго не затягиваем, будем открывать вот эту вот красоту, а может не красоту, может там какая-то фигня, ну в общем, поехали. Ребята, все вы знаете, что я вкладываю свои свободные средства в компанию Авалон ЛТД, и сегодня хочу поделиться с вами своими успехами. Посмотрите, сколько депозитов у меня уже успешно завершены, и каждый из них принес мне хорошую прибыль. Все эти депозиты, кстати, я создавала на протяжении 7 месяцев. Но создать свой первый депозит вы можете всего лишь со 100 рублей. Вкладываете 100 рублей, и уже через сутки получаете свой первый пассивный заработок. А вывести свои заработанные деньги вы можете через любую удобную для вас платежную систему. На Kiwi, банковскую карту, Яндекс.Деньги и так далее. Также есть удобный калькулятор доходности, где вы легко сможете просчитать свою прибыль выбранного вами тарифа. Так что, ребята, если вас точно так же, как и меня, интересует заработок в интернете, ничего при этом не делая, ссылка будет в описании. Предлагаю вам открывать эту малютку со всех сторон. Но, если честно, она совершенно не малютка. И как бы, как бы ей не навредить, ребят. Давайте с вами сразу, ребят, договоримся. Я хочу понимать, что вам действительно до сих пор, по сей день, интересна рубрика потерянных посылок. Поэтому, чтобы не тратить ни мое, ни ваше время, давайте вы мне, скажем так, это просто докажете. Поставьте, пожалуйста, под это видео 15, может быть, даже 20 тысяч лайков, чтобы я понимала, что вам действительно, ну вот, правда, уже сколько я снимаю потерянные посылки, а вы до сих пор просите. И, кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы видеть у меня на канале потерянный чемодан. Потому что я его заказала, он ко мне все никак не придет, но вашу активность тоже очень хочется посмотреть. Ого! Ребят, мне кажется, я распаковывала это все просто целую вечность. Полагаю, что это, скорее всего, вверх. Я вам предлагаю поставить ее на пол, потому что она нереально огромная. Мне будет немножко... Она капец тяжелая. Мне будет комфортнее ее открывать здесь. Так, коробка внутри, слава богу, уже есть, то есть пленки больше нету и не будет, слава богу. Давайте вскрывать. Ого, она даже так открывается необычно. Так. Я уже увидела там кое-что утепнуть. Ну как, ну не вкусненькая, ну можно сказать вкусненькая. Так, ладно. Давайте смотреть. У меня первое, что здесь лежит. Ребят, вы все посмотрите, что это за... А кто это? Напишите в комментариях, кто это. Это какой-то недокотик, у которого... Или кто это? Морковки нарисованы. Это так странно. И здесь еще он что-то типа расстегивается или что-то прикольно. Так. У него еще и внутренности есть. Это походу какая-то... Ну это взгляд ли халатик, да? Это походу пледик. Ребят, короче, это вот такой вот маленький плед. Так, ну подождите. Мне это, значит, на это очень нравится. Мне главное, чтобы меня это не втянуло и чтобы я не скупала это все потом только. Вроде бы все. По-моему, ничего здесь больше нет. Вот такая вот игрушка. Ну это прикольно, скажем так. Так, это пока интересно, но дальше будет еще интереснее, ребята. Так, следующее, что я вам покажу, это у меня есть тут, ну, немножко, конечно, что-то с... Ну, вы понимаете, да? Как бы потрепало жизнь. Но вот здесь есть что-то от Starbucks. Давайте посмотрим, что. Это стакан с вот такой вот прорезиненной крышечкой. Давайте я вам покажу. Беленький, симпатичный, но он, если честно, какой-то весь в пыли. Я не знаю, вам видно или нет. Ну, короче, сыпется с него, конечно, яро. Ребят, ну, я вам хочу сказать, что здесь сразу по коробке видно, что она не русская, не украинская, что она действительно какая-то зарубежная. Возможно, американская даже. Ну, потому что здесь есть всякие вкусняшечки. И знаете, какая здесь есть вкусняшка? Ребят, короче, здесь есть кофеечек Starbucks. Какой-то веранда-блинт, если или бленд. Господи, как оно считается, я не знаю, ребята. В общем, вот такой вот кофе. Теперь у меня есть чашка, и у меня есть кофеек. Можно это все пить, но кофе я не пью. Да, грустно. Ну, да ладно, это все достанется Максиму. Почему бы нет? Давайте идти дальше, ребята. Также здесь есть черный чай какой-то минута. Насколько я понимаю, чай минута. Скорее всего, это его заваривать нужно минуту, ну, как я предполагаю. Ну, прикольно. Дальше здесь есть батончики какие-то. Так, давайте я переверну вот такие вот. Типа, по ходу, батончики мюсли, два батончика. Может быть такое, что это родители отправляли ребенку куда-то. Хотя, тоже вроде бы и кофе, и игрушка. Меня и игрушка, и кофе сбило с толку. Я вообще не понимаю пока. Ладно, давайте дальше смотреть. Ребят, здесь лежит кое-что такое, что я здесь вообще никак не ожидала увидеть. И, если честно, мне, ну, как бы, ну, я думаю, вы понимаете. Посмотрите на вот это вот все. Но сзади это, блин, тут очень многое. Короче, тут все по-английски. Я пока не понимаю, что это. Я еще никогда так, знаешь, без интереса не открывала такие коробки. Потому что обычно... А-а-а, все, я поняла. Ребята, по ходу, это шоколад. По ходу, это шоколадка. Ну, если честно, мне кажется, что это как какой-то пранк очень интересный. Смотрите, вот такая вот шоколадка. И здесь еще внутри есть маленькие шоколадочки. На шоколадках нарисованы зарядное устройство. Потом нарисованы еще наушники. Даже здесь есть Apple Watch, еще что-то. Короче, ребят, это такой вот обман интересный получился. Типа с айфоном. Ну, я вам честно говорю, если вы где-то такое вдруг найдете, либо же увидите, мне кажется, на какой-то пранк, либо же на какой-то подарок шутку, это прям было бы прям вообще круто. Ну, интересно. Интересно, потому что я сама чуть не поверила. Давайте смотреть, что еще здесь есть. Здесь есть какой-то вот такой вот набор с ресничками. Это две вот такие вот чашки. Ну, короче, да, это по ходу кто-то кому-то собирал какой-то, ну, типа, можно сказать, так, бокс. В общем, подарки кому-то, мне кажется, отправляли. Либо же туда другую страну, либо же по стране, либо же еще что-то. Так, хочу вам еще показать что-то очень большое, очень интересное, потому что оно, конечно, забрало мое внимание. Ну, я люблю такие вещи, вот честно вам сказать, я люблю. Я фанат машин, мне нравится такое. Это, конечно, кайф, но я боюсь это оставлять у себя дома, потому что, мне кажется, здесь развалится все, что только могло развалиться, либо же не развалилось еще дома. Вопрос есть один, как это открыть, но мы с вами справимся, мы справились. Почему это не BMW? Блин, ну, честно. Качество, конечно, прям огонь супер, но нет. Посмотрите, как оно выглядит. Прикольно, ничего не скажу. Можно, в принципе, включить, знаете, даже дома поездить, лютика погонять им. Но, ну, я не знаю, оно реально выглядит безумно дешево, это грустно. Я люблю качественно. Если это игрушки, а тем более, если это для детей, это должно быть мега качественно. Коробка еще не заканчивается, ребята, поэтому я вам хочу показать кое-что, то, что я здесь вижу. Очень интересно. В общем, это какие-то штучки, крышки. Они как будто прорезиненные, силиконовые. Ну, я не знаю, если честно, какой это материал. Выдеваются на ваши салатницы. Я так понимаю. Если у вас такие есть, напишите, норм или нет. Возможно, даже как-то попробую попробовать их, попробую попробовать воспользоваться ими. Дальше здесь осталось два предмета, если это так можно назвать. Это, скорее всего, самый обычный блокнот, вот такой вот коричневый. Я думаю, мы его даже с вами открывать не будем. Ну, да, это не похоже на книгу. Предпочитаю больше, что это, конечно же, блокнот. И последнее, что здесь есть. О, 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 мой гад. Так, это что-то очень интересное. Это похоже на штатив. Я хочу открыть, посмотреть. Крепление. Какой-то мега тяжелый кружок. Вот такая вот вещь. И последняя вот такая вот. Давайте сейчас, возможно, соберу и вам покажу. В общем, да, ребята, я оказалась права. Это был вот такой вот, ну, типа штатив-держатель для телефона. На самом деле он прикольный, он тяжелый. Мне кажется, он будет довольно-таки устойчивый. Это немаловажно. Ребят, мне все. Сегодняшняя распаковка подошла к концу. Если честно, мне очень понравилось. Это было интереснее, чем обычные потерянные посылки. Это действительно прикольно. Поэтому, ребята, еще раз вам напоминаю, что мы собираем 15-20 тысяч лайков. Если вы хотите, чтобы я взяла со склада еще одну зарубежную коробочку. Я надеюсь, вы поддержите эту рубрику. Напишите много комментариев, что вам понравилось. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всех люблю, целую. Следующее видео будет с Людьком. Обещаю, вы ждете, я знаю. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok